МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Банки, нефть, золото, президенты. Чего еще они не купили? Это все Рошель и Рокфеллеры. Неужели две семьи решают судьбу целых стран? А войны для них – игра в солдатики. Я себе плохо представляю орган, который, например, управляет Китаем, кроме его правительства. Дети Индиго. Драгоценный дар? Проект получился, популярность пришла, потом у меня сломался голос. Или болезнь и несчастье для родителей? В два года у меня был синий мозг, потом до шести лет молчал. Дело валютчиков. Они вели себя как хозяева жизни и думали, что так будет всегда. Он же ходил с этим чемоданом, с деньгами, и не знал, куда его девать. Как ради одной казни переписали закон целого государства? Их не увидишь в светской хронике. Интервью с ними – большая редкость. Их лица известны очень небольшому числу людей. Но фамилии Рокфеллер и Ротшильд хотя бы раз в жизни слышал каждый из нас. Символы баснословного богатства и настоящего могущества. Так что же это за люди и какую роль они играют в сегодняшнем мире? Знаменитый финансовый журнал «Форбс» и его рейтинг самых богатых людей планеты. Даже далекий от мира бизнеса человек найдет здесь знакомые фамилии. Билл Гейтс, Джордж Сорос, Алишер Усманов, Марк Цукерберг. Финансовое состояние лидера списка – мексиканского медиамагната Карлоса Слима – 73 миллиарда долларов. Умопомрачительная цифра. А хотите узнать, каковы капиталы Рокфеллера или Ротшильда, которых, кстати, ни в каких рейтингах нет и не было? Они владеют нефтяными приисками, рудниками, железными дорогами, алмазными копьями. То есть огромное количество активов во всем мире принадлежит им. Сувокупный капитал всего клана Ротшильдов оценивается как минимум в 16 триллионов. Историк Вячеслав Манягин не оговорился. 16 триллионов долларов. В 10 раз больше, чем состояние всех фигурантов первой сотни Форбс, вместе взятые. И это только у представителей одного из кланов. Все российские банки, равно как все иранские банки, равно как все французские банки и так далее, это все американские банки. И это все Ротшильды и Рокфеллеры. И о тех, о других можно говорить о том, что они имеют такие богатства, которые не имеет никто в современном мире. Но в принципе достижение такого рода богатств, оно возможно только когда происходит сращивание денег и большой политики. Ротшильды. Еврейские выходцы из Австро-Венгерской империи. История семьи начинается с Анхеля Мозеса Бауэра, ювелира и менялы. Над входом в его мастерскую висела такая эмблема, это римский золотой орел на красном щите. И впоследствии, собственно, его мастерская получила название «Красный щит», что в оригинале звучало «Ротшильд». И эту фамилию и, собственно, взяли, взял сын Бауэра, который вошел в историю под фамилией Ротшильда. Первый Ротшильд, его звали мэйр, не пошел по пути отца ювелира. Скопив капитал, он основал во Франкфурте на Майне собственную финансовую контору и даже сумел стать придворным банкиром принца Вильгельма, одного из богатейших людей того времени. Многие мечтают о таком взлете, но для Ротшильда номер один это было лишь началом карьеры. Когда в страну вторглись войска Наполеона, Вильгельм бежал за границу, оставив свое состояние верному банкиру. Ротшильд распорядился этими миллионами нетипично и гениально. Он стал раздавать государственные займы в небывалых до того времени размерах. Спустя 15 лет наследники Вильгельма вернулись к власти. И сыновья мэйра Ротшильда отдали им все до последнего гульда. А вот прибыли от сделок оставили себе. Чуть позже австрийские монархи отблагодарили банкиров, пожаловав семье баронский титул. Это была первая крупная денежная операция в стиле «нажива на банкротстве наций». Так политику Ротшильдов назвал один из историков. Это было влияние на королей, там давали им деньги в рост и так далее, там воины финансировали. Во время наполеоновских войн клан снабжал деньгами войска обеих враждующих сторон и выигрывал вне зависимости от исхода битвы. А еще банкиры раньше остальных поняли важность средств связи. У них была лучшая линия почтовых лошадей между Францией и Англией и собственная голубиная почта. Классической стала история с Ватерлоу, когда Наполеон был уже разбит, но никто на бирже об этом не знал, кроме Ротшильдов. Туда приехал посланник Ротшильда и успел уже на бирже скупить все ценные бумаги, которые падали, потому что была информация, что Наполеон выиграет. И когда он это осуществил, пришла весть о том, что Наполеон проиграл, ценные бумаги выразили на несколько порядков, и, собственно, это составило фантастический капитал Ротшильдов английской ветви. Кроме английской было еще четыре ветви – германская, австрийская, французская и итальянская. Их символы – вот эти стрелы на фамильном гербе Ротшильдов. В 19 веке Ротшильды были самой богатой семьей на планете. Но именно в этом столетии на исторической арене появились те, кто заработал больше. Их будущие непримиримые конкуренты – рокфеллеры. Ротшильды более сильны в финансовой сфере, рокфеллеры более сильны в, естественно, реальном секторе, начиная с нефти и кончая баронкой. Откуда появились предки рокфеллеров? На этот счет нет единого мнения. По первой версии, некий турок ассимилировался в Германии и в 1723 году уехал в Америку, где и пустил свои корни. По другой версии, предки рокфеллеров проживали во Франции и были гугенотами, но также в 18 веке перебрались в Соединенные Штаты и приняли протестантизм. И, собственно, с этого момента начинается фамилия рокфеллеров. Начало несметным богатством рокфеллеров положила разработка нефтяных месторождений на Каспии и Американском континенте. А вскоре их компания «Стандарт-Ойл» принадлежала 95% нефтедобычи США. Рокфеллеры стартанули в конце 19 века с нефтяных вышек. Рокфеллера-старшего его называли «бандит». Так и называли. Дед-бандит. Вот. Он был очень решительный человек. Джон Рокфеллер. Первый в истории долларовый миллиардер. Человек, который даже в собственном доме устроил компактную модель рыночной экономики. Каждый из его детей получал 2 цента за убитую муху, 5 за час занятий музыкой и 10 за заточку карандаша. Так отец семейства прививал наследникам деловую хватку. У самого Джона ее было в избытке. Он сумел извлечь пользу даже из уничтожения любимого детища своей нефтяной компании. Монополия «Стандарт-Ойл» была прекращена в 1911 году по решению Верховного Суда Соединенных Штатов. Но Рокфеллером удалось разделить свою крупнейшую монопольную компанию на 34 маленькие компании. Причем в каждой из них они сохранили контрольный пакет акций. И все крупнейшие американские нефтяные компании сегодня, в общем-то, связаны с той стандартной. Нефтяной бизнес с началом индустриальной эпохи и появлением двигателя внутреннего сгорания стал приносить огромные прибыли. В 20-е годы прошлого столетия кланы сравнялись по богатству, влиянию и амбициям. В течение 20-го века две эти семьи, а точнее крупные кластеры интересов на первой линии, которых были Ротшильд и Рокфеллеры, действительно, между ними шла борьба. В 20-м веке было две мировые войны и сотни вооруженных конфликтов. Золотая жила для магнатов. Обе семьи активно кредитовали правительство враждебно настроенных стран и помогали им вооружаться. Деньги лучше всего делать, когда улицы залиты кровью. Фраза, которую приписывают Джону Рокфеллеру. Поставки военной техники, амуниции и топлива на этом специализировались компании Рокфеллера. В свою очередь, через банки Ротшильдов проходили контрибуции, которые правительство проигравших стран выплачивали победителям. Разумеется, за вычетом 6% комиссионных от этих огромных сумм. Мало кто знает, что Рокфеллеры кредитовали и Советский Союз. В марте 1926 года, принадлежавшие магнатам компании, предоставили большевикам займ в 75 миллионов долларов. Эти деньги пошли на финансирование больших строек первых сталинских пятилеток. В обмен предприятия Рокфеллера на некоторое время получили доступ к бакинским нефтепромыслам. Факт сотрудничества тщательно скрывался. Зачем рабочим и крестьянам знать, что социалистические стройки оплачивает акула капитализма? Самому Рокфеллеру огласка повредила бы еще больше. Что может быть хуже, чем поддерживать кровавый режим Сталина? Между тем, клан Рокфеллеров тайно помогал не только коммунистам, но и фашистам. Рокфеллеры были даже обвинены в антисемитизме. Они активно поддерживали Гитлера, и у них были большие проблемы после поражения гитлеровской Германии. Репутация – главное, что сегодня ценится в мире бизнеса. После войны оба семейства активно взялись за ее восстановление. Многие слышали об их кипучей деятельности на Ниве благотворительности. Но что стоит за ней на самом деле? Наиболее известный филантропический центр – это Рокфеллеровский фонд, Рокфеллер Фоундейшн, который дает гранты на различные исследования. Но, как правильно заметил Филипп Костом, что любой фонд дает деньги только на те исследования, которые ему интересны и нужны. Медицина, образование, экология – на разработке в этих областях фонды мультимиллиардеров не скупятся. Результатов исследований нет в открытом доступе, но это не значит, что их нельзя увидеть. Технологии так называемых цветных революций, которые мы все лицезрели на пространстве постсоветском, но уходят своими корнями в исследовании Рокфеллера. Другой момент связан с деятельностью наднациональных структур, которые финансируют и Ротшильд, и Рокфеллеры. Это такие структуры, широко, наверное, известные уже современному зрителю. Это Бильдербергский клуб, это трехсторонняя комиссия, это Римский клуб. Бильдербергский клуб – неофициальная ежегодная конференция. Ее участники, чуть больше ста человек, самые влиятельные персоны в области политики и бизнеса. Заседания продолжаются три дня в обстановке строжайшей тайны. Фидель Кастро в одной из своих книг заявил, Бильдербергский клуб – тайное правительство планеты. Пока эта гипотеза никем не опровергнута. Правда, прямых доказательств тоже нет. Вся эта теория заговора и всевозможные теории, связанные с этим, мне кажется, что это досужая вымысль. Нет никаких таких специальных органов, которые управляют миром. Я себе плохо представляю орган, который, например, управляет Китаем, кроме его правительства, естественно. Или, например, орган, который управляет Индией. Никакой информации о вопросах, обсуждаемых на заседаниях Бильдербергского клуба, во внешний мир не просачивается. Аналитики делают выводы по косвенным признакам. Все заседания Бильдербергского клуба предшествуют очень серьезным каким-то международным событиям. Более того, иногда даже речь идет о том, что после заседаний, в частности, принимаются решения по персоналиям, которые возглавляют потом крупные государства, становятся президентами и так далее. Это просто какая-то логика развития событий. Деньги любят тишину. Этому принципу оба дома следовали неукоснительно и старались публично не вмешиваться в большую политику. Исключение – 70-е годы прошлого века, когда Нельсон Рокфеллер стал вице-президентом США. Все остальное время кланы действовали в тени. У них есть свои политики. Причем некоторые политики начинают с Рокфеллерами, заканчивают с Ротшильдами и наоборот. Например, Франклин Рузвельт начинал как человек, связанный с Ротшильдами, потом в большей степени он работал с Рокфеллерами. Так может быть, вся новейшая история выстроена Рокфеллерами и Ротшильдами? Очень многие экономические процессы и политические в мире пытаются представить как борьбу этих двух кланов. Но, на мой взгляд, это представление изобилует такими натяжками, что я в него даже не пытался вникать всерьез. И все-таки слишком настойчивый разговор о том, что Барак Обама – ставленник Ротшильдов. Именно их дом негласно финансировал предвыборную кампанию первого темнокожего президента США. На мой взгляд, Обама действительно поставлен во главе Соединенных Штатов Ротшильдами, которые являются, скажем так, ярыми сторонниками разгрома США. В противостоянии доллара и евро многие аналитики видят отражение борьбы европейцев-ротшильдов и американцев-рокфеллеров. Но реально ли пошатнуть благополучие такой сверхдержавы, как США? Ротшильды – это люди, которые владеют практически всем золотом в мире. Они его стали перекачивать в Китай. Туда идут просто огромное количество золота в слитках. На основании этого они хотят создать свою собственную резервную валюту – золотой юань, подорвать после этого доллар. Китайский юань действительно крепнет. Значит ли это, что одно из семейств победило? Или финансовый мир ожидает новый, совсем неожиданный поворот? В мае 2012 года Ротшильды и Рокфеллеры впервые в истории подписали соглашение и создали совместный фонд с капиталом 40 миллиардов долларов. Что заставило заклятых врагов пойти на это? Аналитики выдали версию. Две семьи сращивают капиталы, чтобы выжить во время очередного кризиса. Значит ли это, что мы на пороге новых потрясений? Или это просто еще один прием манипуляции обществом? Смотрите далее. Как определить, что у вас в семье растет ребенок Индиго? Есть дети, которые двигают предметы глазами. Что это? Подарок судьбы или убийственный диагноз? В школе нас посчитали, что мы все-таки не совсем полноценные люди. И как он может изменить жизнь? Проект получился, популярность пришла, потом у меня сломался голос. А также дело валютчиков. Чтобы расстрелять троих человек, в стране поменяли закон. Самые тиранические режимы, итог, не могли до такого додуматься. Дети Индиго. Дети с необычными способностями. В кругу эзотериков устойчива теория, что они представители новой расы человечества. Или даже воплощение на Земле сущностей из внеземных цивилизаций. Но вот ученые считают иначе. Психиатры утверждают, в большинстве случаев кажущаяся отдаенность – шизофрения. Так кто же такие? Дети Индиго. Этот термин в начале 90-х вела в оборот американский парапсихолог Нэнси Энн Тепп. По ее наблюдениям, у большинства сверходаренных детей аура насыщенного синего цвета. От вундеркиндов они отличаются тем, что обладают не только талантами к математике или литературе, но и возможностью спонтанно вспоминать прошлые жизни, предсказывать грядущие события или видеть то, что скрыто от других. У одних дар рисовать, у других писать стихи, а у третьих просто целительство. Есть дети, которые двигают предметы глазами, руками. Есть, которые видят за стенкой, через стенку вернее, что происходит. Представляете, стена не является помехой. Но ни одного научного доказательства существования этого феномена не существует. Так что официальная наука детей Индиго не признает. Более того, психиатры считают, что таким детям требуется лечение. Это дети страдающие, и это дети проблемные. Это дети такие одаренные, либо у них художественная, творческая одаренность, либо это одаренность какая-то компьютерная, они легко разбираются ранее, лучше, чем взрослые с компьютерной техникой. Но в то же время эти дети малообщительные, проблемы в общении со сверстниками. За этими внешними проявлениями стоит медицинский клинический диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неужели дети Индиго – не более чем мистификация? Своего рода утешение для детей с проблемами развития. И ведь действительно, признаки, по которым психологи, признающие существование этого феномена, определяют детей Индиго, похожи на проявление психического отклонения. Особые качества детей Индиго обычно проявляются на втором году жизни. К ним относятся замкнутость, импульсивность и большой творческий потенциал в сочетании с высоким уровнем интеллекта. Это Олег Печерников. Сейчас ему 13 лет. Он уже издал несколько книг своих стихов и был принят в союз писателей. Вот такие стихи часто приходят к нему во сне. Я вот просыпаюсь, идея, рифма, начинаю быстренько записывать. Либо на диктофоне, если он есть у нас под подружкой, либо просто на бумагу. Потом дальше ложусь спать просто. До двух лет Олег был вполне обычным ребенком. Он уже начал произносить первые слова и складывать их в простые фразы, когда случилось несчастье. Ну, в два года у меня был синий мозг, я там упал с двух января на высокой кровати. Потом до шести лет молчал. То есть четыре года. Врачи объясняли отсутствие речи последствиями травмы. Но мама Олега заметила, что после падения сын не просто замолчал, он словно стал другим. Он раньше общался с детьми, а так он ушел как будто вообще в себя. А вот до шесть лет, чтобы разговорить, и что у меня такого было, я ему читала много стихов. На стихи он кивал головой, реагировал. На прозу, когда я читала сказки, он мог ползать или... То есть приказал за ним с книжкой ходить. А вот на стихи он никуда не уползал, он сидел, там что-то делал, либо клопал ладоши, либо кащал головой. Психологи, признающие этот феномен, утверждают, «Если ребёнок при общем нормальном развитии не говорит, скорее всего, он индиго». Не надо его дёргать и пытаться вылечить. Надо к нему прислушиваться. Они чаще всего начинают поздно говорить, потому что они всё понимают, они слушают родителей, они откликаются на имя, то есть выполняют то, что от них требуют. Но они не говорят. Связано это в первую очередь с тем, что они энергетическом уровне привязаны к своим родителям, к матери. Поэтому им кажется, что вроде общение-то происходит, и ребёнок не ощущает, что что-то не то. В шесть лет Олег Печерников заговорил. Так, словно бы и не было четырёх лет полного молчания. Но его мама не сразу обратила внимание. Сын говорит стихами. Бормотала надо про себя что-то. Я не обращала, но обратила внимание мужчины в автобусе. Он говорит, вот, у вас, говорит, ребёнок прям брифами говорит. И вот этот мужчина в автобусе говорит, а вы записывайте за ним. Я говорю, ой, муторно, долго. Я ему купила диктофон с Олежки. И когда он бормотал, говорю, говори сюда диктофон. Учиться в обычной школе Олег не смог. Он не подчинялся учителям, не был способен долго усидеть на одном месте и находить общий язык с одноклассниками. Даже в школу мы пошли 8 лет, потому что в 7 лет он не говорил, не отвечал на вопросы. Он мог бормотать своё. А когда ему знаешь, Олег, какого цвета этот ковёр? Олег, сколько кубиков нарисовано? Он никогда не отвечал на вопросы. Он как-то уходил. И в школе нас посчитали, что мы всё-таки не совсем полноценные люди. Врачи поставили ребёнку диагноз «аутизм» и перевели Олега на домашнее обучение. Но и в этих условиях далеко не каждый учитель может наладить с ним контакт. У меня преподаватель говорит, что я не могу с этим человеком общаться. Он людей как-то видит. Он их видит, не знаю, с своей точки зрения. Для учёного-физика, создателя школы для одарённых детей Елены Бахтиной, существование Индиго – факт, не требующий доказательств. Проблемы Олега с учителями и школой – это типичные трудности, с которыми сталкиваются дети Индиго. И дело тут не в аутизме, а в том, что настройки их мозга в разы чувствительнее, чем наши. Это дети, которые в состоянии распознать фальшь, халтуру. Ребёнок Индиго не принимает, он ахистократ, он не принимает. Он не принимает фальшь, он не принимает вот эту надуманность, понимаете? Ему это вообще не надо. Поэтому, когда жалуются на детей Индиго, что они не хотят заниматься, здесь виноват учителя. Но с точки зрения классической психиатрии, такое поведение не считается нормальным. И странное молчание Олега после травмы, и его поэтический и художественный дар – для врача ещё один признак. У ребёнка проблемы с развитием мозговых полушарий. Когда ребёнок перенёс какое-то заболевание, влиявшее на состояние мозга, это может быть нейроинфекция, может быть родовая травма. И когда ребёнок говорил, но перестал говорить, с одной стороны, понятно, что-то повлияло на левое полушарие мозга речевое, и произошёл регресс, возврат к более раннему повырослому состоянию, более раннему этапу развития. Потом этот регресс был компенсирован преимуществом, видимо, переезжающим развитием правого полушария. Он начал рисовать замечательно, а потом всё-таки вслед за этим подтянулась и речь. И, конечно, такой правополушарно говорящий ребёнок, он будет склонен творчески использовать речь, и поэтому напишет стихи. Но как объяснить с медицинской точки зрения другие таланты детей Индиго? Как утверждают специалисты, изучающие маленьких гениев, таких способностей более 80. Среди них умение предвидеть события, чтение мыслей, феноменальная память. И главное, почему такие дети появляются на свет всё чаще? Обоснование этому явлению с лёгкостью дают те, кто занимается восточными ведическими практиками. По их убеждению, дети Индиго – посланцы то ли с других планет, то ли из иной реальности. Они якобы должны подготовить человечество к переходу в некую новую эру. Её называют Сатиюга. Дети Индиго – это как раз с точки зрения ведической концепции, это как раз те души, которые приходят в этот мир, в те или иные человеческие тела для того, чтобы а – подготовить приход вот этой Сатиюги, наступление Сатиюги, б – это золотой период, это 10 тысяч лет прожить в нём, приходя сюда, обучаясь на фоне вот этого очень духовного периода. Интересно, что многие дети Индиго, как, впрочем, и вундеркинды, с возрастом становятся такими, как все. А многие из тех, кто сохраняет свои необычные качества, как правило, умирают ещё в молодости. Достаточно вспомнить Надю Рушеву, невероятную художницу, которая в 12 лет иллюстрировала издания Пушкина, Толстого и Булгакова и умерла в 17 от разрыва аорты головного мозга. Информация человеческая собирается в слово «Вечность». Поэт Ника Турбина в 9 лет выпустила сборник стихов с предисловием Евгения Евтушенко, а в 27 выбросилась из окна. Математик Паша Коноплёв в 9 лет решил задачу об освещенности планеты Плутон, в 15 учился в аспирантуре МГУ, а в 27 лет умер после долгого лечения в психиатрической клинике. Так может быть то, что многие дети Индиго вырастают, теряют свои сверхспособности, их метод защиты от мира, который пока не готов понять и принять новых людей? Этот обаятельный мальчик со звонким голосом с первого появления на экране покорил всю страну. В середине 80-х ещё не придумали выражение «ребёнок Индиго». Просто талантливый ребёнок Родион Газманов. У отца пропал голос, а ему нужно было продвигать свой материал, который тогда уже было довольно много. И песня, известная песня Люси, была переделана, она была про девушку изначально, песню переделали на песню про собаку, и меня выпустили с клипом «Большое сценическое плавание». Проект получился. Он стал знаменитостью. Но сегодня, спустя четверть века, признаётся, мог бы сделать больше. Ну, стадионы мы собирали очень даже хорошо. Проект получился, популярность пришла, потом у меня сломался голос. Сейчас ему 32 года. В отличие от большинства детей Индиго, он сумел вписаться во взрослую жизнь. Но что-то всё равно не даёт ему покоя. Может быть, тот самый дар, которым он так и не воспользовался в полной мере. В сентябре 2012 года я хлопнул офисной дверью и ушёл из офисной жизни, думая, что надолго. В мае я выпустил свой альбом, называется «Противофазы». Сейчас у меня плотный концертный график. Ну, о чём можно судить по моему голосу? Потому что я три года просил Вселенную о том, чтобы ко мне пришло много концертов. То сейчас, получив то, что я хотел тогда, я прошу, чтобы у меня было здоровье на всё это. Родиону Газманову в детстве не ставили убийственных диагнозов. Да и жизненными обстоятельствами повезло. А вот для мамы 13-летнего поэта Олега Печерникова его дар – настоящее наказание. Она очень боится за здоровье сына. Хотелось, чтобы он не рифмовал, не рисовал, а был нормальным, здоровым мальчишкой. Мне не нужны его такие спонтанные творческие подвиги. Мне нужен его просто здоровый, нормальный мальчик, который вырастет и будет хорошим отцом семейства, сыном, здоровым человеком. Так кто такие дети Индиго? Посланцы иных цивилизаций? Вундеркинды? Новая раса? Или дети, требующие пристального внимания врачей? Что делать родителям, если ребёнок начинает проявлять качество Индиго? Пугаться или радоваться? Вдруг это аутизм? Когда ребёнок начинает проявлять какие-то необычные ранние возможности, способности к обучению, рано начинает читать, рано начинает говорить, рано начинает что-то сочинять, решать какие-то математические задачи сложные, здесь всегда следует такого ребёнка проконсультировать как минимум психолога, как максимум психотерапевта, психиатра. Кстати, недавно Олегу Печерникову диагноз «аутизм» сняли. Так что теперь проявление его необычайных способностей нельзя объяснить с медицинской точки зрения. А тогда чем? Может быть, той самой аурой синего цвета? Цвета Индиго. Единственное, если он Индиго, кто бы он ни был, Индиго, я знаю, что он несёт добро. Когда он разговаривает с людьми, люди вот иногда после стихового плачут. За счёт этого, может быть, даже у него не хватает энергии, может, из-за этого у него и голова болит. Если брать версию, что это особенные люди, которые пришли по требованию времени, пришли они, значит, по воле Вселенной, то вполне объяснимо, почему они такие. Изначально они пришли чистые, и они должны спасти человечество. Они уже появляются, они живут среди нас. И если вам повезёт, если вы встретите с такими детьми, то не завидуйте, восхищайтесь. Первые дети Индиго, рождённые в конце 80-х, сейчас уже вступают во взрослую жизнь. Кто-то из них стал талантливым учёным, а кто-то потерял свои качества или просто затаил на время, поскольку общество пока не готово принять их. В каждом ребёнке скрыто множество талантов. И неважно, какую ауру, золотую или синюю, видят экстрасенсы. А если вам кажется, что ваш малыш Индиго, не стоит пугаться и пробовать его переучить. Просто прислушайтесь к своему ребёнку. Смотрите далее. Нашумевшее дело валютчиков. Самые тиранические режимы итог не могли до такого додуматься. Сколько им стоила ухмылка на судебном процессе? Во время процесса он хамил, он ёрничал. И что за письма? Они писали Никите Хрущёву. Я думаю, что доллары здесь были всё-таки ни при чём. Ему хотелось показать свою власть. Скандальный судебный процесс над валютчиками летом 1961 года. Для советского общества это был беспрецедентный случай применения обратной силы закона. Валютчики-спекулянты Рокотов, Яковлев и Фаибишенко уже отбывали положенный срок наказания, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв по что бы то ни стало решил их расстрелять. Ради этого закон целого государства спешно переписывали два раза. Почему показательный процесс не ограничился тюремными сроками? Зачем понадобилось менять законодательство из-за троих махинаторов? Что такого натворила эта троица? Конец 50-х годов прошлого века. В Москве, Ленинграде и других крупных городах Советского Союза процветает чёрный рынок. Для спекулянта операции с валютой, золотом и драгоценностями самые опасные. Но если сделка проходит удачно, авантюристы мгновенно срывают большой куш. Заместитель главного редактора российской газеты Николай Долгополов учился тогда на первом курсе иньяза. Вспоминает, как его с однокашниками у дверей вуза по вечерам караулили валютчики. Они нас мучили, одолевали. И нам было просто мучительно. Подходили люди, слушай малый, сведи вот с этим. Я хочу ему помнить, да что вы, мы переводчики, о чём вы говорите? Это нельзя, запрещено. Центром чёрного рынка считается Плешка. Это улица Горького, нынешняя Тверская. От Пушкинской площади до отелей «Националь» и «Москва». Каждую ночь валютчики и фарцовщики выходят на охоту в поисках потенциальных продавцов – иностранцев. Слово «фарцовщик» – это искажённое «форсельщик», которое, в свою очередь, произошло от вопроса, задаваемого иностранцу. Have you anything for sale? Имеете ли что-нибудь на продажу? Март 1959 года. Анастас Микоян встречается с американским экономистом Виктором Перло. Американец жалуется, что его повсюду донимают какие-то люди, предлагающие продать валюту. Разговоры об этом доходят до Михаила Суслова, серого кардинала ЦК КПСС. Он требует передать борьбу с контрабандой и теневым рынком в ведение КГБ. Там оперативно создаётся отдел по борьбе с валютчиками. Отдел был небольшой, хорошо укомплектован молодёжью и грамотными сотрудниками. И стояла задача. Во-первых, выявить преступные группировки, выявить их главарей, выявить каналы поступления и каналы сбыта этих драгоценностей. Это первый вопрос был. Оперативники энергично взялись за работу. Работали без выходных и отпусков. Довольно скоро в КГБ знали имена хозяев чёрного рынка – валютных королей. Здесь нужно было найти свидетельскую базу, очень чёткую, обязательно поимку с поличным и изъятие ценностей. Значит, если приступать к этому рынку, то выявили три фигуры в основном. Это Яковлев Дмитрий Дмитриевич, Рокотов Ян, кличка Косой и Файбишенко. Дмитрий Яковлев. Родом из интеллигентной семьи. Кандидат наук, любитель старины. Коллекционер антиквариата. Особую слабость питает к русским иконам. Заработанные деньги вкладывает в произведения искусства, в которых разбирается блестяще. Прекрасно владеет методами конспирации. Сферы влияния валютной тройки чётко поделены. Яковлеву достаются Центр и Лубянка. Рокотову – Большой театр и центральные гостиницы с интуристами. Файбишенко царствует на Садовом кольце в районе колхозной и кинотеатра «Форум». Файбишенко – очень амбициозный человек, молодой, считал себя вундеркиндом, хотя нигде не проявил себя. У него не было высшего образования. Он застрял где-то. Ну, невероятно энергичный по жизни. То есть он многие вещи, многие работы делал сам. Сам обегалов. Точно. Ян Рокотов по прозвищу Косой – человек по тем временам сказочно богатый. Он снимает самые шикарные апартаменты на улице Горького. Писатель и журналист Николай Долгополов жил с Рокотовым на одной лестничной площадке. И часто встречал валютного короля. Всегда у него были очень элегантные спутницы. Он был безукоризненно вежлив и даже со мной, мальчишкой, здоровался. И моя мама покойная говорила мне, вот, Коль, посмотри, вот какой интеллигентный человек. Соседи даже подумать не могли, кто на самом деле этот вежливый и тихий молодой человек. Рокотов. Это хитрый, жлобный, очень жадный субъект. Помощники у него делились на бегунков, которые осаждали и громили наших интуристов. Руководители пятерок, которые аккумулировали собранные средства, а он только с ними общался. Интеллигент, педант, ловелас, жесткий делец и студент-отличник. Все это Ян Рокотов. Да, я читал лекции по истории арабовской литературы и по истории арабов, да. И естественно, что Рокотов присутствовал на этих лекциях в качестве студента. Он был молодым человеком, среди прочих он там был. Он человек способный, юноша вообще такой, очень активный. Писатель Валентин Лавров вспоминает. Это было время стеляк, остроносых ботинок и коков. Сам он вместе с другом Эдуардом Крутским любил захаживать на ужин в Националь. И однажды приятели столкнулись там с Рокотовым. Вдруг я вижу, в углу там два залы были, разделенные аркой, но все проклятывалось. Я вижу, сидит как раз этот чувак. И мне Эдик говорит, ты знаешь, кто он такой? Я говорю, кто? Ты это, говорит, он фарцует валютой. Фамилия его Рокотов. И ты с ним не связываешься. Я говорю, почему? Какие у меня с ним связи? Я валютой не занимаюсь. Я очень хотелось бы, но боюсь законного. Да, и поэтому еще, он говорит, не надо. И потому что он постучал выразительно пальцем по столу, он стучит. Может быть, именно поэтому король валютного рынка свободно разгуливал по Москве. И совершенно не опасался сотрудников КГБ, которые активно отлавливали фарцовщиков. Есть версия, в которую я верю и не верю. Не знаю, может она и правдива. Рокотов был осведомителем милицейским. И якобы он сдавал мелких рыбешек. И за то, что он сдавал вот таких перекупщиков, начинающих, скажем, ему давали держаться на поверхности. И все-таки Рокотова арестовали. В Москве в 60-е годы упорно ходили слухи о том, что валютчика сдала его жена. Косой был известным ловеласом. Вокруг него всегда крутилось много женщин, на которых Ян тратил огромные суммы. Ему приписывают даже роман с бывшей любовницей Лаврентией Берии Лялией Дроздовой. Якобы Рокотов купил ей за баснословные деньги шубу и даже квартиру в центре Москвы. Рокотова решили брать с поличным. Группа наружного наблюдения зафиксировала появление Косова с большим чемоданом в руке на одной из центральных улиц Москвы. Его вели очень аккуратно. И все-таки Рокотов заподозрил неладное. Он же ходил с этим чемоданом, с деньгами, не знал, куда его девать. В конце концов, он сдал камеру хранения на Ярославском вокзале. Косой попытался оторваться от преследователей. Долго и, как ему казалось хитро, петлял по закоулкам Москвы. Через два часа вернулся к камере хранения. Теперь Ян не сомневался – слежки нет. Можно было забирать драгоценный чемодан. И как раз при получении обратно своего портфеля, вот его схватили. При обыске у Рокотова изъяли фантастическую по тем временам сумму – полтора миллиона долларов. Следственная группа вплотную подошла к аресту еще одного короля черного рынка – Владислава Павишенко. Он был самым молодым среди московских купцов, но не уступал остальным дельцам ни в хватке, ни в навыках. Когда начали осматривать стол, то там был сделан очень аккуратно тайник. В каждой ножке были заложены или валюты, или золотые монеты. То есть мы обнаружили вещественные доказательства, были полные и изъятие ценностей. Через некоторое время взяли и Яковлева. Он отреагировал на арест покойно. Сразу сознался и рассказал о каналах контрабанды. Теперь партийной верхушке можно было докладывать. С черным рынком в Москве покончено. Начался громкий процесс по делу валютчиков. Они были сначала осуждены московским городским судом по существующему закону, который предусматривал лишение свободы от 5 до 8 лет. В 1961 году первый секретарь ЦК КПСС Хрущев побывал с визитом в Германию. Это был один из самых напряженных моментов в новейшей истории. Так называемый Берлинский кризис. Именно в Берлине по самолюбию Никиты Сергеевича был нанесен серьезный удар. Кто-то из журналистов заявил, что такого черного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Хрущев тогда не нашелся, что ответить. А по возвращении в столицу затребовал дело валютчиков. Узнав о том, что осужденных ждет лишь 8 лет лишения свободы, генсек пришел в ярость. По оперативным данным, общий оборот подпольной фирмы Рокотов-Яковлев-Файбышенко превышал сумму в 20 миллионов рублей. В то же время зарплата в СССР в среднем составляла 73 рубля. Президиум Верховного Совета СССР увеличил срок наказания за незаконные валютные операции до 15 лет. Указ об этом приняли уже после ареста королей. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Но когда Хрущеву попытались объяснить, что подогнать меру наказания под конкретных людей невозможно, он ничего не пожелал слушать. Во время процесса, значит, Файбышенко вел себя неадекватно, как сейчас говорят, да? Просто он хамил, он ерничал, в общем, там, ну, неприлично себя вел в зале суда. А об этом доложили Хрущеву. Он опять страшно возмутился, говорит, да стрелять надо их таких сукиных людей. Я, так сказать, дал команду, значит, генерального прокурора. Дело снова пересмотрели. Теперь Рокотова, Файбышенко и Яковлева приговорили к расстрелу. Мало кто сомневался. Именно Хрущев настоял на этом. Так на него повлиял тот самый разговор в Берлине. Я думаю, что доллары здесь были все-таки ни при чем. Ему хотелось показать свою власть. Надо было как-то запугать людей. Потому что народ, народ люто ненавидел Хрущева. И Хрущев понимал, что любви он не дождется. Все кассационные жалобы были отклонены. Приговор вскоре привели в исполнение. Государству нашему имиджу нанесло рон на многие десятилетия. Вот сам факт, что в нашем государстве может первое лицо взять и ввести в закон, расстрельный закон, который задним числом применить к тому, кто сидит в тюрьме. Ну, такого, ну, самые тиранические режимы итог не могли до такого додуматься. Я думаю, что с этим переборщили. Жизнь была такова, что молодым людям, молодым ребятам, девчонкам хотелось хорошо одеваться. В наше время эти молодые люди наверняка стали бы преуспевающими предпринимателями. Может быть, их даже назвали бы отцами российского бизнеса. Но валютным королям суждено было попасть в историю совсем другой области – уголовного права. Я очень прошу вас сохранить мне жизнь. Мне 33 года. Я буду полезным человеком для советского государства. Ведь я не убийца, ни шпион, ни бандит. Я хочу жить и вместе с советскими людьми строить коммунизм. Очень прошу помиловать меня. Это цитата из письма Яна Рокотова Никите Хрущеву. Но никакие письма, мольбы и уговоры не помогли. Рокотова, Файбишенко и Яковлева расстреляли. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова